Беларусь за год поднялась на 13 позиций в мировом рейтинге по условиям ведения бизнеса. Ежегодное исследование группы Всемирного банка поставило нашу страну на 44-ю строку в списке из 189 государств. Любопытно, что у России 51-я позиция. Больше рейтинги у партнеров Беларуси по Евразийскому экономическому союзу, у Казахстана и Армении. Мировое лидерство удерживает Сингапур. Финансовые аналитики при составлении рейтинга учли темпы проведения реформ в нашей стране, направленных на улучшение условий для начала и осуществления предпринимательской деятельности. Еще год назад по основной позиции сложность регистрации бизнеса Беларусь занимала 40-е место, теперь 12-е. В разы упрочнились позиции в таких категориях, как получение разрешения на строительство, отсутствие барьеров во внешней торговле. Переговоры контактной группы по мирному регулированию на Донбассе завершились минским несением ясности в вопрос проведения местных выборов. Украинская сторона представила концепцию закона об особенностях проведения голосования в отдельных районах Донецка и Луганской областей. Стороны также договорились об освобождении 20 пленных. Достигнута договоренность, что украинские власти освободят 11 задержанных и Орло и Ордо 9 задержанных, всего 20 человек. Одновременное освобождение состоится 29 октября. При этом намерены участвовать представители Международного комитета Красного Креста. Следующий раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине пройдет в Минске 17 ноября. В Израиле снова начались столкновения с палестинцами. Только за минувшие сутки зафиксировано два случая. Последний произошел на КПП в Хевронии на западном берегу реки Иордан. Нападавший попытался ударить солдата ножом, однако был застрелен. Незадолго до этого военные убили двух палестинцев, которые ранили солдата у блока еврейских поселений. Все атаки квалифицированы как теракты. Их жертвами за время конфликта стали как минимум 10 израилетян. Еще более 80 человек получили ранения. Отмечу, в последнее время обстановка в Израиле и на западном берегу реки Иордан резко обострилась. Сейчас в городе выставлены дополнительные КПП, а на улицах круглосуточно дежурят наряды полиции. В ЕС пытаются найти способы ограничения потоков беженцев. Однако у Евросоюза не хватает на это средств. На последнем саммите участники встречи договорились выделить более 2 миллиардов евро. Но пока не удалось собрать даже одного миллиарда. При этом количество мигрантов, прибывающих в Европу, продолжает расти. Только в Словению за прошлую неделю въехали почти 60 тысяч человек. Некоторые пытаются прорваться в Европу с семьями. Миграционный кризис, с которым столкнулся Евросоюз, является самой большой проблемой за последние десятилетия. Тем временем в Бельгии нелегалов хотят обязательно носить идентификационные бейджи. Данная мера вызвала резонанс общественности. В США началось расследование жестокого обращения полицейского с темнокожей школьницей. ЧП случилось во время урока математики. Учитель попросила ученицу прекратить разговаривать по телефону во время занятий, на что получила отказ. Вызвали полицейского, который в итоге потерял терпение и выдворил ученицу силой. Одноклассники пострадавшей девочки засняли инцидент на видео. Видно, как страж порядка грубо хватает школьницу сзади и буквально выдергивает ее из-за парты. Затем он повалил девочку на пол и протащил несколько метров. В Индонезии угроза экологической катастрофы. Борьба с непрекращающимися природными пожарами продолжается там уже несколько недель. В тушении мобилизованы тысячи человек. Несмотря на все усилия, справиться со стихией пока не удается. Распространению пламени способствует сухая и жаркая погода. От сильного задымления сейчас страдают около 40 миллионов местных жителей, а также соседние государства – Сингапур, Малайзия и Таиланд. Наиболее сложная ситуация на Суматре. Индонезийские власти заявили о готовности объявить стране режим национального бедствия. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. Трагедия в Минской области. Ребенок погиб на пожаре в деревне Косино Логойского района. Огонь уничтожил крышу дома, выгорели изнутри веранда, кухня и комната. Пятиклассницу спасатели обнаружили на полу кухни. Взрослых на момент происшествия в доме не было. Установлено, что возгорание произошло именно в комнате, где находился ребенок. Для определения точной причины пожара назначен ряд экспертиз. К делу подключился Следственный комитет. Во имя мира на планете Экспресс ООН продолжает путешествие по стране. Сегодня состав сделает остановку в Могилеве. Здесь в честь 70-летия основания Организации объединенных наций пройдут многочисленные мероприятия. Выставки, семинары, мастер-классы, презентации и тренинги. Особый акцент будет сделан на теме экономического роста и устойчивого развития Белоруссии и Могилевской области в частности. Последователи Теслы и Эйнштейна со всего мира в Минске. Неделя физики собрала великие умы из 22 стран. Среди них представители США, Франции, Германии, Великобритании и даже Сингапур. Беларусь впервые стала площадкой для такого масштабного научного форума. Сегодня в рамках недели в Академии наук официально откроется конгресс физиков. Теоретики и практики обменяются опытом, поделятся новинками мира физики и обсудят новые фундаментальные знания, материалы и технологии. Я всю свою жизнь посвятил изучению света. Сейчас очень важно изучить квантовые свойства этого явления, ведь это технологии будущего. Исследовать все его свойства – задача, которая решает все научное сообщество. И часть его находится здесь, в Беларуси. Очень здорово, что есть такая возможность встретить в одном месте столько известных физиков. Я в Беларуси впервые и вижу, что у вас наука на высоком уровне. Большое внимание уделяется развитию разных направлений. Фестиваль национальной драматургии имени Винсента Дунина Мартинкевича открылся в Бобруйске. Своё видение современных пьес на Пятом Республиканском театральном форуме представят коллективы из Беларуси и России. Постановки оценит профессиональное жюри. Помимо основной программы будут и эксперименты. Одним из таких станет драматургическая лаборатория «Город.док». Это своеобразное театральное исследование о Бобруйске при помощи обычных горожан. Их интервью в итоге ляжет в основу единого художественного произведения, презентация которого состоится в конце фестиваля. Этот фестиваль ждали с большим нетерпением. Билеты покупали заранее, потому что и Минск приезжает, и Гомель, и Могилёв. Мне близка драматургия. И особенно интересно вновь встретиться с постановками на белорусском языке, посмотреть театры из разных городов нашей республики. Ну и, конечно, мы постараемся попасть на заключительный вечер, где будет выступать и Московский театр имени Маяковского. На этом выпуск завершен. Развитие событий в 13.30. Всего доброго.